Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего доклада звучит как восприятие партийной элиты польского кризиса 1956 года на материалах 6 и 7 пленумов ЦК ПОР. Кризис 1956 года совершенно обоснованно считается одним из ключевых событий в истории польского общества эпохи Народной Республики, так как с ним было положено начало массовому сопротивлению, сложившемуся после 1948 года режиму. Для современной историографии характерна концентрация внимания прежде всего на социальной стороне событий, на характеристики поведения и реакции людей, принимавших в них участие, и в меньшей степени на анализе поведения и способов мышления членов руководства ПОР, пополадавшей всей полнотой государственной власти в стране. Поэтому целью данной работы являлась анализ трактовок событий первой половины 1956 года польским партийным руководством, установление того, насколько объективно, глубоко и точно руководство ПОР оценивало появление кризисных явлений в стране и в самой партии. В 1956 году в ПНР наблюдается назревание системного кризиса, затрагивающего как экономическую, так и общественно-политическую стороны жизни польского общества. Невыполнение ряда жизненно важных показателей шестилетнего плана, особенно в социальной сфере, запоздание партийно-государственного руководства с принятием решений, низкий уровень жизни населения, рост критических настроений в обществе, находившие свое отражение в СМИ, порождали настроение разочарования в сталинском варианте социализма. Эти настроения еще больше усилились после 20-го съезда КПВСС, завершившегося разоблачением и осуждением так называемого культа личности Таллина. Политическое положение Польши было еще усугублено смертью Берута. В пуском руководстве ПОРП в тот момент не оказалось никого, кто мог бы достаточно успешно заменить его. Это очень заметно проявилось в ходе работы шестого пленума Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии в марте 1956 года, созданного как раз-таки для проведения выборов первого секретаря ПОРП. Обсуждение организационных вопросов показало наличие разногласий в высшем эшелоне власти. Именно тогда, пока еще на уровне ЦК, начали складываться две группировки – половяне и наталинцы. В результате их противостояния первым секретарем был избран не сильный, а компромиссный кандидат. Им стал Эдвард Охаб, временно устраивающий обе группировки. Важным этапом в развитии системного кризиса в Польше стали юнские выступления рабочих в Познании, выразивших таким образом свое недовольство экономическим условиям своей жизни. В руководство ПОРП было достаточно времени для того, чтобы найти мирное решение локального на тот момент конфликта, но они не сделали даже попытки вступить в диалог с многотысячными рабочими коллективами. В результате события приобрели неуправляемый характер и заключились кровополития. С этого момента начинается процесс отчуждения между ПОРП и рабочим классом Польши, от имени которого партия монопольно осуществляла власть. Как показали прозвучавшие официальные оценки причины характера этой трагедии, у высшего руководства страны не было понимания истинной сути произошедшего. Это подтвердил и работавший в июле 1956 года седьмой пленум ЦК ПОРП. Несомненно, в шагах вперед в оценке познанских событий был отказ от объяснения происками международного империализма и антициалистических элементов. Появилось понимание связи рабочего протеста с тяжелой социально-экономической ситуацией в стране. Но этого было недостаточно для понимания всей глубины и последствий для ПОРП и стороны разворачивающегося системного кризиса. На пленуме также четко обозначились две позиции по ряду менее важных в тот момент вопросах. Их выражали, уже давшие о себе знать на шестом пленуме, ЦК «Наталинцы» и «Половяне». В современной литературе их чаще всего идентифицируют с консерваторами и либералами. На пленуме «Наталинцы» показали себя сторонниками сохранения в Польше органов управления идентичных тем, которые существовали в СССР, продолжение политической коллективизации, ужесточение цензуры, а также сокращение количества евреев в государственных и партийных органах. «Половяне» же поддерживали курс на перемены в общественно-политической жизни, высказывали за некоторую либерализацию экономических отношений, демократизацию управления средствами массовой информации, увеличение в руководстве ПОРП и доли молодых политиков. Вместо глубокого анализа члены ЦК занялись поиском персонально ответственных за политические, экономические и социальные просчеты, допущенные в предшествующий период. В данном контексте происходит столкновение взглядов двух группировок. Группа партийных членов, состоящих из представителей наталинцев, находили первостепенные причины польского кризиса, ошибки бывшего правящего сталинистского триумферата в составе Берута, Бермана и Минца. Такая позиция была связана в том числе и желанием возложить в глазах общественности всю ответственность на русское руководство ЦК ПОРП и вывести из-под критики остальных членов ЦК. При таком исходе событий у них оставались шансы на сохранение своих высоких позиций в партийной государственной иерархии. Половяне же предпочитали апеллировать к объективным причинам кризиса, надеясь таким образом уберечь от нелицеприятной критики не только бывших лидеров, но и себя. Эти разные подходы особенно отчетливо проявились при обсуждении мер партийной ответственности Бермана и Минца. Что же касается первого секретаря ЦК ПОРП, то он на пленуме предпочел не занимать какой-либо определенной позиции. Итогами седьмого пленума стали кадровые перестановки, которые привели к укреплению позиций половян и центристов. Состав партийного руководства был расширен за счет вхождения новых людей, многие из которых ранее не были задействованы в руководство. В результате в ЦК происходит смена поколений в партийной элите. Были радикально ослабленные позиции Минца, а Якуб Берман был выведен из его состава. Некоторые исследователи усматривают в этом проявление антисемитизма, однако Роман Замбровский, возглавляющий такую важную область, сферу подбора, расстановки и чистки кадров, сохранил свое положение, что трактуется в литературе как проявление достигнутого на пленуме компромисса между группировками. Также на пленуме дали о себе знать и объединяющие всех членов ЦК моменты. Одним из них стало решение политической судьбы Гамулки, несомненно, обладавшего в тот момент значительным авторитетом в обществе. Конечно, этот авторитет был построен в немалой степени на мифе, как Гамулки как лидера ППР и как жертва политических репрессий. Пленум принял решение о восстановлении Гамулки в партии, отменил касавшиеся его судьбы партийные постановления 1948 года, но от обвинений в правонационалистическом уклоне не очистил. Не возникло также принципиальных расхождений по вопросу о задачах и целях пятилетнего плана. Члены ЦК были единонуждны о том, что не следует доводить до сведения общества информацию о недовыполнении шестилетнего плана и повременить с решением о судьбе Минца. У меня все. Спасибо. Вопросы. Во-первых, спасибо вам за доклад, очень интересно послушать. А вопрос следующий. Как участники этого пленума фактирного мотивировали ужесточение цензуры? Просто вот интересно, как люди, которые представляют собой в чем-то такую партию, которая заявляет, что она наследница революционеров, которые волнуют за свободу, а как они мотивировали вот это вот, наоборот, подавление свободы мысли? Как они это объясняли с точки зрения вот такой идеи? Ну, во-первых, одной из причин кризиса был разрыв между партией и народом. И что выход из этой ситуации как раз таки видели в усилении пропаганды, воспитательной работы, то есть недостаток находили именно в этом. Да. Собственно, это нужно ужесточить. Как они это объясняли? Это не объективная реальность, а это наша недоработка. Да, да, да. А какие доказательства приводили, что все-таки тут как-то империалистические шпионы виноваты? Никаких доказательств. Они после вот как раз таки познанских событий на следующий день они буквально высказали такую точку зрения, что это якобы действие империалистических сил, но буквально через неделю они отказались от этой точки зрения. То есть ни на чем она не обоснована была, это просто надо было людям как-то это объяснить. Так, Маня, у меня еще один вопрос. Один политологический, другой исторический. Вы сказали, партийная элита – это кто уровень? То есть это ЦК или что это? Партийное руководство, люди, ходившие в политбюро в тот момент. То есть только в политбюро, да? Да, да. Так, и какие у них были отношения с Хрущевым, если вы знаете о вас? С Хрущевым, ну так как само политбюро в тот момент находило, как я уже говорила, там существовало две противообороствующие группировки. Как раз-таки наталинцы, они были более просоветские, и то есть они очень поддерживали хорошие отношения с Хрущевым. Они были просоветские или просоветские? Они были просоветские, они не поддерживали именно сталинский социализм, который существовал в Польше. Они были просоветские. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.